Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Расскажем о том, что важного и интересного произошло за этот день в Кирове. Вот основные темы выпуска. Лето отыграется за снежный май, синопсики дали прогноз на июнь, клещам погода не помеха, необработанные городские парки становятся опасными для прогулок, сквер борцам революции закрывают на ремонт до осени и душевное поздравление для ветеранов. Дети приезжают к героям домой и устраивают концерты. Прогнозы синоптиков сбылись. Ночью в районах области и в самом Кирове начался снегопад. Это уже второй за последнюю неделю. В городе шел мокрый снег, в районах валил хлопьями. Майскими пейзажами сегодня утром кировчане делились в социальных сетях. Многие отнеслись к очередному снегопаду в мае уже спокойнее, но к погоде в этом году, конечно, есть вопросы. На этой неделе снег обещают и еще 10 мая. Зато по предварительным прогнозам лето 2024 ожидается теплым. Надеемся, что это не относительно погоды в мае, а действительно будет по летнему тепло. Клещам холодная погода не помеха. Они давно проснулись и активно кусают кировчан. По данным Роспотребнадзора, за неделю к врачам за помощью обратились 1714 человек. Среди них больше 300 детей. Уже есть первые случаи клещевого боррелиоза и энцефалита. Поймать клеща сейчас можно везде, в том числе в городских парках. Из-за холодной погоды пока не обработан ни один сквер. Обрызгивать парки будут при наступлении теплой и сухой погоды. Комиссия из мэрии проверила, как подрядчик устранил все замечания в парке имени Кирова. После зимы кировчане заметили, что брусчатка местами поплыла, грунт развалился. До 1 мая рабочие должны были все переделать. Сейчас по гарантии переложена брусчатка на пешеходных аллеях, покрашен деревянный настил пирса, заменена сломанная плитка и светильники. Также на территории двух прудов склоны засыпали черноземом, потом здесь будет высажен газон. Реконструкция продолжается, а техники рабочих для кировчан открыты пешеходные аллеи и спортивные площадки. В мэрии сообщили, что 10 мая в сквере борцам революции начнется благоустройство. Территория парка у Спасского собора полностью изменится. По проекту здесь отремонтируют все пешеходные дорожки и поменяют асфальт на площади. На территории высадят новые деревья, кустарники и цветы. Рядом с новыми дорожками установят скамейки. Отремонтируют и лестницы, на которые жаловались жители города. Судя по проекту, вместо них будут удобные лестничные пролеты с перилами. Новая входная группа будет называться «Северная ворота». В проекте есть и смотровая площадка с качелями. На все работы выделили 37 миллионов рублей. Ремонт закончат осенью. С 10 мая до сентября сквер у Спасского собора будет закрыт. Концерты и митинги пройдут в каждом районе города. 9 мая для кировчан проведут больше 150 мероприятий. Начнется праздник на театральной площади. Там в 10 утра состоится торжественное прохождение войск кировского гарнизона. Потом люди колонны отправятся к вечному огню для возложения цветов. После обеда на главной площади состоится выставка ретроавтомобилей и машин военного времени. Некоторые концерты на открытых площадках из-за холодной погоды перенесли во дворцы культуры. У Спасского собора кировчан угостят армейской едой. Фронтовую кашу можно будет попробовать до 16.00. Закончится День Победы в 19.00 минутой молчания на Театральной площади. В городе уже начали праздновать главный день в году 9 мая. Сегодня в филармонии прошел концерт, посвященный празднику Победы. На нем не только почтили память тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, но и отметили заслуги тех, кто недавно вернулся с фронта. Сегодня кировчане вспоминали, как громом среди ясного неба в их жизнь ворвалась война, затронувшая каждую семью. В июне 1941-го люди праздновали окончание школы, танцевали вальс в Александровском саду и не догадывались, что взрослая жизнь начнется с тяжелого испытания. Почти 600 тысяч жителей Кировской области воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Кировчане работали в тылу, в военных госпиталях, на оборонных предприятиях. Каждый на своем месте приближал последний день войны, 9 мая 1945 года. Время не властно над этой священной датой. Мы всегда будем в необлатном долгу перед теми, кто отстоял Отечество, нашу свободу и спас мир от фашизма. К этому празднику школьники готовились весь год. Они встречались с ветеранами, проходили уроки мужества, писали письма нынешним бойцам. Бережно хранить историю им помогают волонтеры Победы. Почему я нахожусь в этом движении? Это общение с теми людьми, которые воочию видели и создавали эту историю. Наверное, это самое главное. И всегда, когда общаюсь с молодежью, я всегда им говорю, ребят, вы живете в потрясающее время, и у вас есть шанс, чтобы сходить, навестить и услышать реальную историю ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня губернатор поблагодарил и тех, кто сейчас находится на полях сражений. Бойцы спецоперации получили медали и ордена. Для Дмитрия Головина это первая медаль. Недавно он вернулся домой с ранением. Да, после ранения мне предложили службу дальше продолжить, но уже в военном комиссариате. Награды и благодарности сегодня также получили работники оборонных предприятий, работники пищевой индустрии и сельского хозяйства. Сейчас в Кировской области проживают 74 ветерана Великой Отечественной войны. Самому молодому из них 97 лет, самому возрастному 103 года, долгих и здоровых им лет жизни. А мы продолжаем рассказывать о героях войны, которые не дожили до этой годовщины Победы, но живы в нашей памяти и всегда будут в бессмертном полку. Дудырев Алексей Павлович родился 4 февраля 1920 года в деревне Соснова Корчанского района Кировской области. Ушел на войну в 1940 году. Вернулся с войны с званием «Ефрейтор» на должности старшего телефониста 95-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона РГК. Награжден медалью за отвагу. В боях за овладение железнодорожной станции «Ужок» и в боях под городом Тарновцы под непрерывным снайперским и минометным огнем, рискуя жизнью, восстановил 7 порывов связи, чем обеспечил командиру батареи управление огнем по противнику. Батарея своим огнем уничтожила несколько огневых точек противника. Был ранен, дошел до Берлина. Клобуков Николай Васильевич, гвардии рядовой, родился в 1922 году в Кирове. С 1941 по 1945 годы принимал участие в боях в 23-й отдельной 4-х орденоносной бригаде бронебойщиков. В боях на берегу Днепра бригадой было уничтожено несколько фашистских танков, ручных пулеметов и большое количество немецких солдат. Был трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией и другими боевыми наградами. Исупов Анатолий Андреевич родился в 1923 году в Обмытнинском районе Кировской области. Был призван на фронт в 1942 году. Свой военный путь начал в составе 862-го стрелкового полка из Волгоградской области. Участвовал в освобождении Ленинграда, с боями прошел через Эстонию, Литву и Польшу. Получил повышение до гвардии лейтенанта. Был дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией, за доблестный труд в годы войны. После войны работал промысловым охотником в охотхозяйстве Амутнинского района. Каратаев Алексей Михайлович родился в 1935 году в деревне Каратаево Халтуринского района Кировской области. Призван на службу в 1943 году. Старший лейтенант. Служил в 40-м отдельном батальоне химзащиты. Занимался задымлением железнодорожных станций от бомбежек и демонтажом химзаводов под городом Бреслау. Позже был переведен в зенитно-артиллерийскую дивизию. После войны служил в штабе северной группировки войск. Домой вернулся в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. Кривошейн Василий Васильевич родился в 1906 году в деревне Федюнинце Шестаковского района Кировской области. Был призван в 1942 году. Ефрейтор-стрелок. Служил в 1269-м стрелковом полку 382-й стрелковой дивизии. В боях на Карельском перешейке в 1944 году неоднократно принимал участие в отражении контр-атак врага. Неоднократно был ранен. Награжден медалью за отвагу. В эти дни ветераны области принимают поздравления. К участникам войны в основном приезжают домой. Сегодня поздравления с Днем Победы принимал Василий Петрович Микрюков. Из Первомайского Слободского района к его дому приехала целая делегация юнормии. Куда скитали алкоги и груши, отлыли туманных рекой. Уходила с берега Братюша, но уносила песню за собой. Поздравляем! Ура! 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 Дети приготовили для ветерана полноценный концерт. Для этого привезли с собой все оборудование, пели песни, танцевали. Ветеран принимал поздравления вместе со своей семьей. В этом году Василию Петровичу исполнилось 100 лет. Это были новости на Первом городском канале. Меня зовут Артем Миронов. Всего доброго и увидимся в городе.